всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале и так сегодня у меня прекрасное настроение до этого видеть что я грущу то вы видите что я улыбаюсь ну я живой человек поэтому мне и вы уже привыкли наверное к моим эмоциям и поэтому мне свойственно меняться и не оставаться в том негативном настроении в котором я была а причина моей радости сейчас я вам объясню кому не интересно то что вообще я говорю и интересно сразу переходите к позиции сегодня я хочу вас порадовать пять колод у меня не было 35 камешков вот я решила сделать пять позиций поэтому пять разных колод я их озвучу если вы выбираете по колодам тайм-коды будут и если вам не интересно болталка нажимаете сразу на тайм-коды значит тару темно тару небо и земля таро шаманов тару темного света эпическое таро и танец шамана логинова извиняюсь вот значит половина переходит сразу на расклад а вторая половина слышит почему я улыбаюсь сейчас объясню очень часто когда я нахожусь в грустном состоянии реагирую на негативные комментарии вы безусловно меня поддерживать за что вам огромная благодарность человеческая действительно потому что мне важно и даже не важно как многие могут писать что вам льстят и все такое нет наверное я докладный человек и могу разобраться до льстит мне кто-то или нет вот но в любом случае приятные слова пусть даже та же самая лесть она приятнее чем когда тебя обливает грязь так вот когда я значит два негативном состоянии безусловно я не оставляю просто так анализирую проверяю нахожу кучу сценариев каждый раз это разные сценарии в этот раз я пришла вот к чему я пришла к тому что вот это вот боль в кавычках которая вызвана эмоции до либо моя чрезмерная ранимость кто-то говорит из психологов что это все-таки как называется проявление эго да неуверенность в себе но я в очередной раз напомнила себе что мне приятнее приятно относиться к людям которых называют в челами то есть высок людей с высокой чувствительной высокой чувствительной личности ну импаты очень такие вот прям чувствительные но не суть не в этом дело значит я стала разбираться я пришла к тому что эта боль она привела меня к чему она является для меня двигателем ну то есть есть люди которые мотивируются чем-то позитивным а я по ходу мотивируясь негативом вот рассказываю вам что вы может быть у себя тоже найдете аналогичные сценарии если проанализируете потому что как мне сказали мои учителя проживай все что с тобой происходит находи решение а потом делись с этим людям с вот этим в принципе я и занимаюсь так вот я поняла что негатив меня мотивирует окей мотивирует я значит должна была что-то делать и у меня родилась идея прошлого расклада которые вы видели но продавь она давно в прошлый раз просто как-то вот материализовался так скажем до философский расклад я значит пользуюсь случаем задалась моментом что блин надо разобраться со своими эмоциями потому что ну не делая так постоянно реагирует она вообще понять раз и навсегда как откуда что из чего растет и как с этим бороться вот и я создать этот пост вы его видели в этом посте я говорила о новом раскладе который я буду делать на философскую такую тему это эмоции сразу хочу сказать что я создала новый плейлист который называется расклады на философскую кие темы и туда я буду складывать эти расклады плюс ко всему расклады наверное такие будут выходить каждую неделю по пятнице почему потому что с точки зрения опять-таки марки маркетинга и его опять вспомнила должна быть регулярность и постоянство тогда людям очень комфортно взаимодействовать с продуктами вот ну ладно я выбрал пятницу не знаю почему пятницу может быть потому что пятница это день венеры день красоты и финансов ну почему-то мне так захотелось но несу теперь по пятницам будет выходить вот такие вот философские расклады но не в эту пятницу уже следующую потому что на этой неделе в понедельник был такой расклад и так значит стала я как я писала разбираться с эмоциями да то есть первое мне самой хотелось разобраться безусловно я не тот человек который ну просто так поверхностно ко всему относится вы это уже понимаете я значит стала копаться в информации первое к чему я обратилась это безусловно к психологии кто является для меня представителем психологии ну так скажем современной да на которого я могу положиться и он не симпатизирует но это конечно же курпатов потому что я могла бы обратиться и более серьезным да представителем психологии да читать книги но все-таки я так понимаю что когда-то что-то очень глубоко начинаешь изучать на это надо время а у меня все-таки задача была с одной стороны да разобраться в эмоциях а с другой стороны я это все для чего делаю чтобы сделать расклад то есть не для того чтобы только проработать себя это я могу сделать и в другой момент то есть ну читать такие большие серьезные книги я так понимаю что у меня времени нет не потому что я от них убегаю потому что есть четыре книги которые я бы должна вот прям вчера прочитать они будут все вот так вот висят и я очень сильно напрягаюсь что я все никак не могу найти время на них закончить их потому что они важнее приоритетнее поэтому я обратилась к курпатов безусловно я нашла информацию которая мне необходима была в раскладе который я буду записывать про эмоции я ставлю конечно же ссылки на два очень интересных роликам один ролик это конечно же курпатова который объясняет что такое эмоции до с точки зрения психологии доступно конкретно простым языком вот чтобы не пугать для чего я это делаю ну во первых что вы понимали мои источники а с другой стороны может быть в этих роликах вы услышите что-то свое на вот но мало же мне это было тут у меня значит есть одна прекрасная женщина я не буду называть ее имя но во первых потому что я у нее не спрашиваю разрешение может она не хочет если захочет комментарий сама скажу что это я который долгое время с хорошей точки зрения меня мурыжет о том что посмотри на эту шкалу эмоций эмоционального тона я значит как обычный человек которым что-то рекомендует моя первая реакция сказать нет это я уже четко знаю когда мне что-то предлагать первое что говорю нет потом проходит какое-то время я начинаю задуматься знаю плюс ко всему что у меня есть сценарий что чтобы мне предложили я сначала скажу нет а потом думаю думаю давайте я все-таки разберусь что это за шкала эмоций и с чем это вообще связано и может быть не это поможет вот в создании нового расклада опять-таки во-первых огромная благодарность человеку который настаивал на этом вот я значит зашла первое конечно загуглила да что это за шкала эмоциональных эмоционального тона увидела значит автора авторами является рон хаббард про него отдельно расскажу сейчас вы поймете почему я улыбаюсь если я два дня 22 чтобы вы понимали да как-то ролик готовится к раскладу я два дня мучаю себя и моих учеников значит что касается учеников тоже огромная благодарность значит у меня есть люди ученики с которыми по окончанию обучения я продолжаю общаться если есть такое вот обоюдное желание вот а поскольку я же не нормальный человек мне же знания всегда нужны то есть я развиваю себя и развиваю их еще дополнительно бесплатно до поделиться вот а прочитаю вот это посмотри вот это наверное я их мучаю да а вот это посмотрел вот это потом мы еще все вместе это обсуждает вот это так на будущее что я своих учеников не оставляю и что значит происходит два дня я их мурыжу со знаниями нашла безусловно прекрасного человека на украине сейчас я не знаю где этот человек живет может и в россии живет вот ими не буду говорить потому что вот в том ролике я дам ссылку на на этого человека который уже 20 лет занимается именно изучением вот этой эмоциональной шкалы как она работает как она выстроена согласно данной теории эмоциональный фон каждого человека он определяет его поступки мысли и действия и взаимодействия другими людьми то есть зависимость того в каком тоне я нахожусь основных тонов 10 а по-моему их на самом деле намного больше ну там есть некоторые подкатегории то есть мы проще говоря что вам было понятно входе в некие эмоции и в зависимости на каком какой эмоции мы находимся так мы взаимодействуем с другими людьми ну для себя я много чего поняла на самом деле инсайтов то есть я себя определила как обычно да кто я такая своих близких кому взаимодействовать все разобрала отношения но это пол беды или то что я целый вечер потратила на то чтобы смотреть эти ролики в захлёб мне же мало было понять мне ж надо всегда понять откуда источник кто автор мне значит захотелось книгу до книгу стало значит искать эту книгу и вдруг неожиданно я попадаю на то что эта книга продается на сайте саентологии для тех кто не знает что такое саентология но в россии она обозначена как секта как и в многих государствах но секта не религиозного так скажем происхождение да я то есть саентология как как обычно ее обозначают это религия нового направления но к религии прямое отношение она не имеет никакого на там скорее всего больше поместь и духовности и в общем в общем скажем так что было понятно эта секта так вот человек который написал эту книгу рон хаббит и является создателем организации саентологии до в тысячи девятьсот пятьдесят первом году если пятьдесят первом году на правильно правильно если я не ошибаюсь безусловно мне этого мало мне надо было вникнуть то есть мало того что да ищу кто такие ордена до ордена известные которые есть на просторах ну то есть это масоны и иллюминаты и все такое более глубокие такие вещи мой любимый орден розы и креста вот про саентологию конечно же я слышала не знаю как в россии но у нас поскольку греция входит в нато поэтому с америка у нас нормальные отношения и поэтому каждый год сейчас уже по моему этом году не было вот в предыдущих годах да и когда круз том курс приезжал в отпуск на греческие от острова до всегда упоминается рядом с имени тома круза то что он является членом саентологии другой известный американский актер который входит в саентологию это забыла забыла но не суть то есть саентология в америке она достаточно распространена хотя она и запрещена но в общем то есть мне это мало было до узнать об этом я значит еще нашла и ролик что такое саентологии до во что они верят в чем распространяется в общем чтобы понимали с чего не начала с того что мои негативные эмоции такую линейку с почку выстроим является лично для меня неким таким мотиватором для того чтобы я подняла свою пятую точку и совершила некий такой прорыв и поэтому каждый раз нехороший сценарий но все же каждый раз когда значит не бывает плохо я так поняла какая-то критика она заставляет меня ну как тут является мотиватором и побуждает меня на рождение чего-то нового поэтому если у вас тоже такой сценарий поздравляю нам с вами по пути так вот я два дня занимаясь тем что во первых я посмотрела кто такой этот арон хаббит на самом деле он по профессии писатель фантаст вообще ну умный человек или почему потому что я обожаю людей которые из воздуха делают деньги ну это надо уметь ну вот а он это сделал то есть это причем он очень много трудился потому что это единственный человек который написал тысячи чем-то книг вы только представьте да даже если чушь какой-то писать какой это плодотворная работа тысячи чем-то книг вот но история саентология такая достаточно забавной когда я поняла кто является автором я сказала нет я не буду изучать более глубоко эту шкалу эмоций но на самом деле в ней есть действительно интересные моменты вот но опять таки для того чтобы это как мое отношение например кроули до известному оккультисту безусловно знаний у него куча безусловно он был сильным магом но не в моей категории вот то есть изучать то что знаете так скажу не от света это уже не мое поэтому пропагандировать я это не буду но если все таки кому-то будет интересно посмотреть что же это такое вот посмотрите но ролик касательно эмоциональных тонов да где идет в полное описание я вам дам особенно если у вас есть дети такого подросткового возраста потому что там идет описание в этом ролике согласно как происходит наркотическая зависимость причем наркотическая зависимость это не обязательно наркотики это алкоголь это любая зависимость но там акцент просто сделан в ролике марин объясняет касательно именно наркотиков мне лично самой было очень интересно слушать как это все выстроено я не говорю что это надо вот прям изучать я это не пропагандирую но как идею послушать это очень интересно очень прямо интересно вот не санитологию как таковую а вот именно вот эту модель шкала эмоциональности до эмоциональных тонов вот поэтому два прекрасных дня я провела за изучением и это еще не предел почему потому что до того момента как я буду записывать расклад я наверняка еще кучу всего перелопачу чтобы посмотреть на чтобы вам сделать вопросы во первых я благодарна вам за вопросы расклад с моей точки зрения касательно вопросов будет очень насыщенным потому что опять-таки мне моим ученики помогли понабросали вопросов вы помогли понабросали вопросов к этому раскладу и мне кажется это новое направление вот философские расклады будут классными на мой взгляд да просто вот посмотреть и скорее всего я еще буду там да по дополнительную какую-то информацию давать да может быть литературу ролики не знаю не вот действительно вот когда в кавычках просветительная работа почему в кавычках ну потому что не такая но вот все равно как-то то что будет расширять наше знание вот выдохнула теперь переходим непосредственно что-то мне наговорил на сколько минут а я не вижу поэтому я буду так за навеску двигать может подумать я за навеской вижу ну ладно не суть чё я хотел сказать а мы переходим с вами к раскладу и так расклад я назвала иди туда не знаю куда принеси то не знаю что или в потоке то есть для для вас как обычно люди просят хочу расклад в потоке да вот без вопросов а я почему так назвала иди туда не знаю куда потому что таро это все-таки инструмент для ответов на вопросы и когда нет какого-то конкретного вопроса то и ответы будут такие абстрактные и будут такими как и буду да я не могу вам даже объяснить лично мне моему мозгу вот расклады такого порядка для меня это разрыв шаблона почему потому что мой мозг это компьютер на какую программу него вложь так он и будет работать если не понятно программа то мозг в шоке ну то есть иди туда куда чего какие вопросы задавать а здесь вопросы не надо задавать вытаскиваешь карту и говоришь вот и и мне просто в голове непонятно к чему это привязывать как это все сделать но давайте я даже не знаю я такая знаете щедрый пять колод не знаю что делать но пять колод вот а значит колоды я обозначила а мы с вами будем приступать я не думаю что это будет прям много-много буду рассказывать по каждой позиции поэтому я и много колод вытащила так наверное вот так отодвину чтобы у меня место было и мы с вами будем рассматривать то что нам покажут карты к наш пищу и поняла вот но все же давайте посмотрим я тоже кстати загадала позиции не скажу какую но сгадал как видно человека с хорошим настроением это все вы так ну давайте посмотрим какая информация что нам скажет в потоке как люди любят говорить первая позиция так и хочется спросить что я должна знать но это уже будет вопрос а нам вопросы не надо задавать без вопроса так ну начнем на что первые позиции покажет так ну сразу пятерка кубков хочешь сказать к чему же пятерка кубков какое-то вот огорчение сожаления но знаете здесь такое ощущение что скорее всего это состояние по утрате да здесь идет гриба мне гриба не но по утрате чего-то такого важного и ценного я не знаю к чему это может быть да то есть это не обязательно к людям может быть предмет какой-то потеряли да может быть какую-то ситуацию возможность там я не знаю отношения работы вот но здесь показывается момент какого-то горевания давайте посмотрим по поводу чего смотрите здесь может быть либо два варианта первый вариант либо по отношению к человеку такому достаточно холодному властному человеку бескомпромиссному человеку который иногда бывает достаточно острый на язык в которой держит людей на дистанции близко к себе не подпускают это может быть как мужчина и женщина выпал король мечей но это не обязательно что это будет только мужчина да это может быть и мужчина и женщина такой человек достаточно решительный но человек который редко доводит вещи до конца у которого очень такой знаете активный ум да он постоянно находится в движении этому человеку постоянно что-то интересно но но он находится в каком-то знаете анализе обдумывание но мои мысли мои скакуны на то есть голове там постоянное бесконечное движение бурление рождение каких-то идей мыслительных процессов анализов и так далее то есть здесь может быть один вариант либо идет утрата связанная с этим человеком то есть либо этого человека утратили либо то что было связано да как отношение может быть с этим человеком либо как вариант здесь мы можем сказать что идет какое-то горевание по поводу принятого решения да то есть что-то произошло до какое-то действие что за решение было принято аркан повешенного эти хочется сказать что опять таки от наш по поводу решение было принято по поводу какой-то ситуации которая долгое время не развивалась да вот либо вы до сих пор сокрушаетесь горюйте что вот что-то не решается не ситуации как-то не разворачивается что-то не происходит опять-таки в контексте данного человека либо вот это вот ощущение какой-то у меня идет холодные энергии когда вам становится холодно от того что что-то не решается что-то не происходит может быть в общем у вас сейчас такая ситуация да когда вы грустите и сожалеете что что-то ничего не происходит ничего не развивается вот это даже не скука а это именно горевание да то есть я горюю и а под по поводу того что я как будто бы стал заложником до возможно ситуации возможно я не могу повлиять ни на что да вот здесь вот такая энергия тоже паскать то есть я хочу принять решение но как будто бы решение оно не мое вы как будто бы ждете либо узнали какое-то решение по отношению к вам но то что долгое время не развивалась то здесь могут быть две ветки то что не развивается и то что уже развивается но вы не получили своего желаемого результата вот это вот ощущение что ну какой-то вот жертвы да прям горевание я ну за что так со мной да почему со мной так получилось вот я не заслужил вот здесь вот могут быть какие-то такие мысли достаточно у патческого характера да если мы говорим об энергии что еще вам нужно знать сейчас все равно вопрос задаю видите как хочу в потоке но все равно вопросу даю что знаете все таки будет какое-то решение и это решение заставит вас как-то двигаться то есть та ситуация не мне здесь показывает какую-то двойственную ситуацию которая вроде бы развивается и в то же время не развивается либо развивается но не так как вы хотите может быть как то вот есть какая-то суета даже присутствует может быть вы отвлекаетесь на какие-то вещи в ожидании какого-то очень важного решения и здесь может быть знаете вот как будто бы сроки отходят все дальше и дальше а вы ждете что кто-то может быть будет действовать если все-таки это персонаж на а это человек как будто бы не действует и вот вы как будто бы теряете здесь надежды на то что все-таки что-то получится и в конечном итоге здесь будет какой-то вот импульс нам какой-то шанс какая-то возможность на то чтобы эта ситуация разрешилась что это будет но во первых если с кем-то была ссора будет примирение сразу хочу сказать и к чему она приведет не приведет ни к чему хорошему да потому что все таки выпадает дьявол давайте посмотрим каком контексте у нас дьявол выпадает знаете как искушение знаете на что скорее всего даже не искушение а здесь будет примирение которое возможно заставить другого человека встать встать перед даже не выбором а перед констатацией какого-то факта что нужно заземлиться да потому что туз педакли это про заземление то есть если мы например говорим в контексте отношений чтобы было понятно но то здесь наверняка будет такая ситуация что да я хочу примириться но я хочу новую возможность новый шанс уже на что-то такое более стабильное более ну понятное земное ощущение с конкретными действиями а вот дьявол здесь он как будто бы знаете здесь такой сценарий когда вы проецируете какой-то идеал на человека а это человек таким не является то есть вы его как будто бы ну либо при украшаете либо надо вот одеваете на него какую-то другую маску и ожидаете что от этой маски вы получите тот результат который вы хотите да как шанс на начало чего-то нового но уже более плодородного боли такого заземленного боли существенного вот это ваше желание к примирению до чтобы это привело к этому результату но дьявол как правило это все-таки синевой аспект да здесь сразу могу сказать что сценарий проходит такой что нужно научиться не проецирует свои собственные какие-то ожидания желания сценарии с вашими родителями на других людей здесь вот дело он нам показывает изначально что ошибка заключается в том что есть уже большой обман то есть вы желание то ваше выстроить так либо что-то из-за землицы да вот то что вы хотите существенное она правильно но скорее всего с тем человеком с которым вы хотите она неправильно то есть человек неподходящий потому что вы не человека видите а вы видите скажем так идеальный фантом либо голограмму того что вы хотите вот в чем причина и и поэтому если здесь мы говорим про перед примирение да то примирение будет новый шанс будет но он уже обременен изначально на провал потому что вот голограмма ту который вы проецируете она иллюзорная да то есть за ней скрывается живой человек а вы этого человека живого не знать если мы говорим все таки не в контексте отношений и не в контексте мужчин либо еще что то 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 здесь есть какая-то знаете идея то есть если вы ждете совершить какой-то прорыв то пашкубков может говорить о рождении какого-то желания какой-то идеи причем эта идея она касательно финансов может быть поводу жопен дакли и она может принести вам успех потому что дьявола я здесь могу считывать как некую такую харизму до артистизм очень мощные мощную энергию который вливаем но а творческую ту на которой мы можем что-то построить если это действительно будет возвышенное если это будет действительно вот такое прям ну вдохновение да но при этом все равно есть какой-то червячок в этом дьяволе да все равно есть что то что здесь как как какая-то какая-то ложь и либо это страхи то здесь уже изначально если это какая-то идея которую вы хотите реализовать да но нужно посмотреть на какие-то сценарии то есть в корне того что вы хотите создать есть какой-то сценарий который вам нужно будет проработать то что если вы его не проработаете вы не получите результат который вы хотите у нас наоборот огорчит и вот что с чем связан сценарий вот здесь сценарий выпадает туз кубков сценарий может быть опять таки если мы говорим касательно отношений это сценарий одиночества это сценарий того что меня не понимает это сценарий того что меня как-то вот занижает принижает самобичевание да это вот такие вот негативные теневые аспекты дьявола если мы говорим в контексте отношений на то есть желание получить любви желание отдавать может быть эту любовь но не тому партнеру вот так просто скажем если это не партнерские отношения то здесь речь у нас пойдет о как раз к ваших талантов о ваших способностях да возможно у кого-то будет идея касается на кого-то вот духовного развития может быть и не знаю пойдете чему-то обучаться и будете возлагать на это какие-то ожидания и вы их можете не получить почему ну во-первых потому что ожидание они никогда не приводят ни к чему хорошему да потому что за ожиданиями мы не видим реальность вот в чем плохо нет то есть когда мы ожидаем то есть мы ждем по сути мы не действуем а мы ждем мы не видим реальность то здесь знаете как вот обучение и получение раскрытия возможно каких-то своих способностей и даров она может быть только в том случае если вы четко осознаете свои теневые какие-то аспекты если вы по дьяволу знакомы со своими пороками нам со своими возможно слабыми местами называйте их как хотите не столь важно и вы можете или сделать своими сообщниками хотя все того чтобы использовать это как инструмент да да то есть например если вы знакомы что у вас есть лень то ее можно применить как инструмент вовремя отдыхать да к примеру то есть найти вот эти свои темные стороны и применять их тогда когда они нужны и тогда у вас все получится потому что здесь есть знаете вот раскрытие какого-то своего таланта но через теневые какие-то аспекты я не говорю что вы будете использовать черную магию в контакте нет я не про это а про то что вот надо высветить то что слабые свои какие-то места давайте так скажем на и усилить их то есть опираться на те сильные которые есть но слабые их все время усилять то есть не оставлять не избегать не боятся а использовать их по месту назначения то использоваться но во благо так ну и последнее да что нам здесь еще карты скажут ну здесь все таки знаете интересные очень моменты достаточно серьезно выпалят три великих аркана здесь идет во первых разрушение в разрушение да и справедливость на дне колоды идет разрушение вашей системы ценности причем полностью то чего вы должны были отказаться поэтому вначале у нас выпала пятерка кубков говорящая о гореване да то есть возможно здесь еще такой момент что у вас забирают то что уже отжила потому что по башне разрушается сценарий те которые уже не нужны разрушаются те шаблоны которые не нужны системы ценности менять то есть то во что вы верите как будто бы рушатся ну допустим вы верили человеку а он вас предал к примеру и у вас возникает такое ощущение что ну как так я тебе доверял ну как так я я был сто процентов уверен либо сто процентов была уверена что любимое выражение до многих руку даю на отсечение что вот ну такое не будет оно случилось и у вас как это снег на голову упал как так такого не может быть так такое происходит то есть у вас забирают у вас разрушают все то что уже должно разрушиться не обязательно что это было неправильно да то есть возможно когда-то для вас это имело какую-то ценность имела какую-то значимость и оно было верным но время прошло здесь выпадает император но время прошло пришло и вы должны стать как-то более ответственными возможно это ваше желание было как-то вот повзрослеть стать более серьезным более ответственным за свою жизнь и ответственность это не значит действия за которые потом меня будут наказывать да то есть ответственность не равно вина ответственность равно что я ставлю себе какую-то цель который я хочу получить да и я ответственен за результат этой цели то есть никто не может на меня повлиять только я ответственность то здесь какая-то такая более серьезная позиция и она основана по аркану влюбленным как раз таки на анализе ситуации то есть вот то что видимо сейчас у вас происходит на какие-то разрушения чего-то вас лишает возможно людей убирает из вашей жизни возможно ситуации какие-то да может быть кто-то там работу деньги теряет то это действительно во благо потому что идет некое такое очищение очищение от всего лишнего это может быть также и по здоровью то есть вы лишаетесь чего-то почему-то мне захотелось скажет у женщины лишнего веса это наверное действительно во благо да у кого он есть вот но не суть здесь как раз киде это очищение но не просто то что я становлюсь как-то заложником того что со мной случилось а именно особенно то есть я понимаю да да сначала мне это было неприятно но оказывается это вышло во благо так потому что у нас здесь проходит анализ анализ ситуации как мне быть как мне поступить что мне нужно сделать и принять решение выстроить заново свою империю но уже не на руинах того что будет разрушена и не реанимировать а вот именно санна вас начала полностью создать себя то здесь как будто вы знаете такая возможность шанс создать себя заново на основе того опыта чего я уже научился как будто вы знаете вот с чистого листать имея опыт багаж за спиной и понимая что вот это вот приведет каким-то нежелательным результатом что обычно называется ошибками и я уже в праве так не поступать не то что я избегаю а я выбираю другой путь да то есть здесь вот понимание осознание ответственности за свой выбор да что я выбираю и вы от этого начинаете получать уже удовольствие но вам страшно вот но этот страх он вас и мотивирует на дальнейшее движение на то чтобы совершить некий такой прорыв причем этот правой необходим для вашей души здесь вот все сплетено все вместе так на этом все идем следующие позиции так для тех кто выбрал колоду таро шаманов давайте посмотрим шамана у нас такая теплая всегда энергия этой колоды 1 она такая нейтральная достаточно холодная вот поэтому я люблю на ней делать анализы на этой колоде я люблю делать такие более ну мягкие что ли расклады что нам эта колода скажет верховная жрица да ничего не хочу говорить хочу молчать хочу молчать по поводу чего по поводу того выбора что-то аналогичное вот у меня идет с первой до позиции как будто бы вот идет как продолжение во вторую там тоже заканчивалась выбором и здесь выпадает карта выбора только здесь парень с девушкой держатся за руки и их обвивает змея до хочется сказать некие такие знания воссоединяет и выпадает верховная жрица говорящая о знаниях и рядом знаете здесь по семерки кристаллов эта карта говорит о том что вы боитесь и вы боитесь я бы сказала больше самих себя у вас есть способности но вы не верите в то что вы можете их реализовать почему потому что здесь ощущение того что вы как будто вы занижаете себя на свои какие-то способности и это как будто бы вам говорят давай ну откроешь свой канал да ты уже ты уже можешь делать раскладывание это не мое я я не хочу я еще не готов мне еще надо подучиться мне еще надо что-то сделать то есть здесь страхи вы как будто вы боитесь знаете здесь либо связать себя устами а это могут быть какие-то отношения если мы говорим про отношения либо вы боитесь связать себя какими-то знаниями да то есть пойти чему-то научиться либо вы боитесь но здесь страх страх и вот он связан как-то со знаниями а что это за знание чего вы боитесь ну башню ну здесь по ходу у точно те кто смотрел первую позицию пришли сюда потому что карты одинаковые либо ситуации очень очень схожи вот но я не вижу что здесь было про отношения здесь скорее всего больше связанная с вашей самооценкой чего вы боитесь вы боитесь какого-то здесь разрушения знаете здесь такое ощущение что вы хотите получить каких-то знаний но вы их как будто бы боитесь а боитесь что либо надо будет вкладывать деньги в эти знания и они не окупятся вот здесь что-то такое у меня проходит либо то есть либо знания дорогие либо если вы найдете деньги на них вы заплатите но они потом не окупятся то здесь вот какая-то связь с деньгами идет и к конечный результат и знаниями а какая связь а здесь связь нить какая что вы боитесь идти в новое вот я говорю здесь прям по потенциалу по способностям вы боитесь идти в новое потому что семерка костей здесь показывает что ловец страхов до либо ловец духов вот он привык на какие-то маленьких очень мелких духов поймать а тут вдруг оказался в том месте где духе намного больше намного сильнее его и вот он как будто бы шука в шоке да ну то есть а что мне теперь делать то есть и он и он и не понимает он как этот даже не удивлен а рассеянный да то есть он не может понять он не может сфокусироваться как ему поступать потому что вот это вот неопределенность какого-то нового уровня более высокого и вам от этого страшно даже если это как-то не с деньгами связано то это будет связано с плодородием как-то с изобилием не сможет быть знаете такое что открыли в себе какие-то способности и и вы сами их испугались потому что вы увидели либо их мощь либо их силу либо что они могут сделать либо как к чему они могут привести до как результат точно здесь связано как-то с вашей внутренней силой и есть испуг вот страх страх своей собственной силы а почему в чём в чём здесь сила связана я не могу понять чего вы боитесь сила вашего ума то ли вы знаете здесь вы хоть сказать что-то пожелали и она как-то реализовалась вы так и удивились и одновременно испугались удивились потому что вы не ожидали что это случится а испугались потому что окей если это так легко получилось то а вдруг я что-то там негативные пожелаю кому-то и это случится то есть вот здесь что-то такое человек попробовал что-то и испугался своих же собственных возможностей своей собственной силы а испугался да почему потому что и сразу голова так активно тук 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 мысли побежали мысли побежали да сразу у человека кризис наступил человек испугался что вот мне за это прилетит либо я знаете как школьник что-то в чём-то нашкодил да и ох блин там есть на любимую вазу мамы сломал и вот сейчас она придет и мне за это влетит и меня будут ругать и зачем я это сделала я просто дома решил поиграть в футбол и попробовать силу меча да получится у меня или нет не рассчитал немножко силы и попал в вазу на разбил вот что-то здесь такое на здесь здесь был какой-то кризис здесь была утрата финансов как вариант тоже и вы теперь знаете как-то научились считать каждую копеечку да то есть я как как повзрослели да то есть ваше отношение изменилось допустим к деньгам почему потому что не хочу я попробовал уже у меня был такой момент когда я без денег жил когда всего лишилась а теперь я уже как-то более уважительно где надо все же деньги что-то откладываю как-то вот продумаю свои деньги на действия уже не вкладываюсь куда попало здесь как-то ваши страхи они вас мотивируют вот то что я говорила во вступлении добро пожаловать двоечки вы наверное с одной категории да то есть когда боимся этот страх он как-то мотивирует вы как будто бы бежите здесь карта такая очень классная я вам ее покажу здесь человечек убегает от казалось бы от духа да ему страшно укажется что это плохой дух вот а на самом деле убегает этого духа он убегает от настоящих врагов пуде гепардов которые могут съесть то есть враги здесь не этот дух а вот эти вот гепард и но он бежит от этого духа и по сути вот кому говорим нету худо без добра да то есть он как будто бы убегает от духа в процессе это ему во благо обходится потому что он избегал избежал настоящих врагов то здесь вы бежите от чего-то да есть какие-то страхи чего вы так боитесь то есть вот этот страх он вас и мотивирует он как будто у вас ведет туда куда надо и здесь у вас разбитое сердце неисполнение желания и знаете вы как будто бы а если тема все-таки а отношений касается и вы боитесь что теперь в будущем я не смогу выстроить отношения да потому что ну больно было страшно было не хочу уже больше так так как-то защищаете себя оберегаете вот этот вот страх я он как раз таки вас и приведет к тому что в вашей жизни появится новое отношение да и либо они уже есть вот и ну может кто-то познакомился и как-то вот страшно испугался потому что ну нету такого это я желал желал а теперь я этого получил и вот вы от своего желаемое желаемого убегаете если это не отношения например кто-то хотел там работу допустим ну та которая ему нравилась не скажу работа мечтает о которой ему нравилось и он его получил а теперь от него убегает убегает почему-то ну то есть одно дело когда желать повышение по службе а другое дело когда ты получишь да то есть ты уже представлю представляешь начал прикидывать как я там примерять на себя да как я буду на этом посту с кем я буду взаимодействовать какие у меня обязательства будет и и страшно стало потому что одно дело желать а другое дело когда это уже у меня в руках вот здесь что-то такое не могу сказать конкретно что это может быть это может быть могут быть и деньги отношения это могут быть знания но однозначно история здесь говорит о том что вы боитесь убегаете но это новый уровень как быть никак не быть королева жезлов и шут доверяйте доверяйте себе слушайте себя не бойтесь потому что знаете вот по королеве жезлов ощущение того что вот вас формирует такой личностью до независимой яркой вот вы как будто вот этой яркости вот этого света этой силы вы и испугались а вам говорят не нужно этого делать не вот а просто доверьтесь доверьтесь и плывите по течению да то есть как будет как будет так будет и ну не ставьте себе палки не ставьте себе самостоятельно препятствиями препятствия своими собственными страхами это выведет вас туда куда нужно а именно вот в королеву жезла жезлов независимо того мужчина у женщина здесь архетип человека уверенного яркого храброго сильного человека который принимает очень быстрое решение но при этом чувствительный и ранимый но все время находится за какой-то такой маской что я все сам я все сама я смогу у меня получится но мне хотелось бы чтобы люди знали о том что мне просто так ничего не досталось я очень много трудился и работал над этим вот а вот это вот маска успешности она такое ощущение что человек был бедный потом он воп сразу стал богатым да то есть вот у людей восприятие королевы жезлов такое да то есть вот эти вот поэтапные шаги как она шла к своему успеху на это как будто бы не обращать никто внимания потому что она скрывает с одной стороны она не хочет чтобы ее жалели с другой стороны я и хотелось бы чтобы люди знали на что и мне тоже пришлось не так просто да то есть мне тоже пришлось тяжело здесь такое ощущение вот в королев жезлов всегда есть какая-то вот хитрин когда что-то недосказанное что-то не совсем понятное поэтому идите вперед даже если вы что-то не видите если вы что-то не знаете пока просто двигайтесь вперед и доверяйте своей интуиции это была вторая колода таро шаманов идем к третьей колоде таро темного света посмотрим что нам скажет таро темного света о чем здесь речь пойдет четверка кубков здесь человек находится в каком-то таком знаете упаческом состоянии скуки скучно скучно не интересно ничего не цепляет ничего не происходит безразличие какое-то не хочу никуда двигаться потому что да у них принципе и не нужно знаете такая апатия когда берешь ручку и так просто на бумажке рисуешь рисуете и причем не понимаешь да что просто так куда-то мысли уходит потом голову поднял о вечер я пошел спать оп лег спать метром проснулся все как по накатанной ничего не меняется сел как как аутисты которые занимаются однообразным действием но только там болезнь а здесь вот именно скука ничего не радует ничего не наполняет нету нету огня нету огня нету вот этой вот искры нету то что было раньше что вас зажигала что вы хотели куда-то пойти здесь вот прям сразу говорится да нужно выйти из этого состояния нужно сделать первый шаг нужно сделать первый шаг начать здесь пажи выпадают здесь знаете такое ощущение что информация пойдет о здоровье да то есть вот здесь если эту позицию выбрали почему-то люди у которых не как-то вот психосоматика срабатывает вот и здесь ощущение того что человек он как будто бы нуждается во первых в поддержке окружающих до чтобы на него обратили внимание а он этого не понимает он этого не осознает он будет наоборот отталкивать вас да он будет ну не желать может быть огрызаться до что вот оставьте меня в покое я не хочу но здесь действительно нужна какая-то поддержка этого человека да потому что мы не хватает какой-то легкости не хватает какого-то праздника до какого-то веселья вообще вот знаете легкости не как ветерок такой знаете который вот поднимает занавеску так как почему занавеска такая из органзы легкая белая и вот как будто бы вот бриз до моря и вот этот вот ветерок легкий и занавеска так раздувается на открытая дверь балкона и свежий ветерок заходит вот что-то такого свежего не хватает но этот человек который находится в четверке кубков сейчас ему все приела ему скучно ему не интересно и его здесь очень сложно поднять единственное что здесь можно будет сделать этому человеку как это найти его то в чем он хорош да как мастер вот и начать его хвалить как-то вот даже не мотивация здесь по сути человеку надо просто совершить первый шаг у человека должна появиться какая-то идея у человека должна появиться должно появиться какое-то желание которое его не то чтобы зажгет ну как будто бы знаете вот вдохновить на что-то да хотя бы чтобы он совершил какой-то первый шаг то здесь вот человека надо вытаскивать да это вот такое болото когда ну с чем она связано не получается знаете здесь человек как-то вот зациклен на себе на своем удовольствии да ничего я не хочу не все удовлетворяет вот а внутри он сам себя съедает за то что знаете здесь какая-то вот обида вот за это проходит какая-то обида причем обида на самого себя за то что что-то не получилось здесь у него идет осуждение и мечи которые он сам себя втыкает а он сам не удовлетворен возможно где-то когда-то не упустил возможность не сделал правильный выбор до либо ощущение того какой-то вот безысходности я я не могу на это повлиять я не могу сделать какой-то выбор который очень важен здесь человек топчется на одном месте старается как-то вот удержать то что есть а время уже поменялось и его знаете вот хочешь не хочешь надо двигаться дальше а он не хочет и вот здесь вот проблема знаете в чем что если он не хочет двигаться это его выбор и с одной стороны вот в контексте справедливости нам если этот человек выбрал такую позицию это его право его нужно оставить в этом с другой стороны если это вот ваш родной близкий которые либо вы находитесь таком состоянии то чисто с гуманной точки зрения хочется помочь этому человеку но в том состоянии которому находится он сейчас не будет принимать никакую помощь на здесь вот знаете как будто бы человеку нужно время чтобы он поселить то есть если это не хроническая его позиция такой скуки а какая-то временная как следствие какой-то ситуации туда можно как-то его вытащить и помочь здесь человеку а если это хроническое то здесь вот как-то человек сам себя наказывает вот это вот скука это формат наказания себя за неправильный выбор либо за выбор который не был сделан вовремя да когда человек старался держаться за то что он имеет вот как будто бы какой-то консерватизм когда меня все удовлетворяет оставьте меня в покое здесь что-то такое про сказать то есть никакой новизны нету но подоплека обида с чем она связана причем знаете такое самообичевание да что не было развития да либо здесь человек не проявил у своего какого-то профессионализма может быть не достиг в чем-то успеха либо здесь человек не воспользовался ощущение того что не воспользовался каким-то шансом который ему давался а не воспользовался потому что испугался потому что испугался какой-то вы знаете ответственности стабильности может быть здесь человек вы знаете какая-то вот винит себя как вариант я сейчас скажу когда надо было выбрать какую-то женщину для серьезных отношений а я испугался я выбрал больше свою стабильность холостяцкую какую-то жизнь да а теперь я сокрушаюсь по поводу того что я не сделал вовремя этот выбор и я ее потерял а если я ее потерял не то что других не будет нет а здесь как будто бы знаете вот у человека уже был какой-то сценарий долгий о том что ты неудачный да у тебя никогда ничего не получится в этой жизни а здесь как будто бы через эту ситуацию реализовалась его вот это вот убеждение он получил подтверждение это стало конечным ударом того что с ним произошло здесь об этом речь нужно можно же все-таки как-то помочь или нет можно здесь до сложно будет знаете почему потому что человек не слышит здесь через коммуникацию здесь нужно дать человеку подтверждение что он победитель вообще по жизни да что в этой сложной ситуации ты сможешь быть и победителем у тебя получится уверенности не хватает человеку дать ему нужно уверенность поддержку но не просто хвали там а вот именно за действительно чтобы человек послужил почувствовала искренность ваших словах за что вы его хвалите за что вы ему говорите что он молодец и тогда возможно он увидит то что надо двигаться дальше но здесь понимаете здесь пятерка жезлов это сложная какая-то коммуникация то есть он я же говорю он будет отрицать вот вы будете говорить что-то а он будет вам сопротивляться он будет отказывать он будет такая знаете не соглашаться нет нет вот это вот отрицание постоянное и если справитесь дам даже хотя бы через это отрицание как вот вытащить его из его сценария но здесь смотрите сразу скажу здесь два варианта один вариант возможно это урок человека он должен самостоятельно как говорится опуститься на самое дно и понять и осознать что нет это не решение и я должен сам себя победить все-таки шестерка жезлов она говорит о том что я побеждаю сам себя внутренних каких-то своих драконов в данном случае по пятерке мечей какие болезненные да да я сам себе наказывает так тебе и надо есть какая-то вот обида что-то из детства идет подтверждение что ты не такой ты никогда не будешь успешным тебя это не получится и ты вот ситуация это пришла для того чтобы человеку подтвердить его же убеждение тем самым показать что вот во что ты веришь так ли это на самом деле если нет убери это сценарий да вот здесь ощущение того что эта ситуация она должна помочь ему как-то вырасти поэтому с одной стороны либо он сам должен понять да то здесь так знаете либо пан либо пропал либо я стану победителем и мне это пойдет во благо и в дальнейшем я не буду спускаться вот туда на это дно и вот либо это его выбор он будет катиться еще ниже и здесь вы никак не можете повлиять на эти вот бывают иногда такие ситуации в жизни человека что это его выбор то пускай он будет неприятный но это выбор да это вот как-то нужно для его души и никогда не знаешь когда надо оставить человека а когда надо помочь вот здесь как-то вот я ничего не могу сказать надо ли помогать человеку или нет здесь вы уже сами решайте если решитесь то что хотите помочь то вот я бы сказал знаете как то вот со специалистом лучше до чтобы не навредить потому что вы можете навредить и человеку и себе и он и урок не пройдет и вы окажетесь крайним и ну то есть аккуратно здесь вот аккуратно да здесь вообще никак не могу ничего порекомендовать здесь вот прям индивидуально от ситуации если она вам отозвалась отозвалась и так эпическая таро эпическая таро вот таро темного света и таро небо и земля примерно и примерно одинаковые энергии примерно не такие но они больше мужские эпическая таро для меня это вот энергии какие-то вот духовности я не знаю как это вам описать но по этой карте вот прям расклады на бытовую жизнь на деньги я бы не смотрела не знаю не как-то вот они нам больше связаны с духовностью давайте посмотрим что покажет покажет аркан суда сейчас ситуация возможно завершение какого-то большого цикла вашей жизни перерождение понимание осознание того что каждый человек вашей жизни проигрывал какую-то свою роль и вы были лишь одной из скрипок в этом оркестре то есть раньше вы как будто бы не знали об этом а сейчас вы поняли ощущение того что вы увидели картинку какой-то ситуации целиком и увидели себя в этой картинке то есть какую именно роли вы проигрывали я не могу сказать что это позитивно и негативно и да не столь важно вы как будто бы увидели себя и вы поняли что каждый человек в той ситуации которая имеет отношение к вам каждый человек должен был играть свою роль нашу должен был играть роль шута там убийца роль преступника вот красивая невинная чистая дева должна была играть свою роль в здесь вот понятие того что каждый проигрывает свою роль но при этом каждая проигранная роль она не просто так то есть все вместе воедино это получается музыка оркестра то есть мы здесь мы все хочется сказать да как будто бы пляшем под одну дудку но каждый пляшет по-своему у каждого своя роль у каждого своя задача о чем здесь речь спрашиваю до выпадает девятка жезлов речь идет о том что где-то в какой-то момент возможно вы как будто бы потеряли контроль потеряли контроль над ситуации и стали заложниками то есть вы ее как будто бы уже не контролируете с чем была эта связана ситуация шестерка сфер шестерка педакли знаете это может быть где-то хочется сказать с какой-то помощью да видимо ситуация в которой были вы и был какой-то другой человек который то ли должен был вам помочь то ли должен был как-то произвела действие здесь вы знаете ощущение того что может быть это сценарий был неоднократно и причем это может быть сценарий не только с этой жизни а с каких-то прошлых воплощений на то есть он длится уже давно вот либо повторно здесь как будто бы одна и та же песня когда вы как-то взаимодействуете с другим человеком и в какой-то момент вы становитесь заложником либо ситуации связаны с этим человеком либо заложником этого человека то есть вы как будто бы сначала вступали во взаимодействие с этим человеком как доминант в какой-то степени да ну условно говоря манипулятор чтобы было понятнее а потом оказались манипулируемым то есть как роли поменялись вы не понимаете то есть когда-то вам было интересно когда-то вам было хорошо вам было приятно а потом как-то вы стали жертвой этой ситуации что то есть что-то пошло не так это когда скорее всего здесь это может быть связано с работой да я бы сказала больше я бы не рассматривал это личное отношение но все же там примеряйте на себя то есть знаете когда начало работа нравится да сначала я там выполняю свою работу а потом как будто бы на меня возложили столько ответственности что я уже не рад что я вообще связался с этой работой вот здесь вот что-то такое то есть вначале я был сверху а потом я стал снизу вот о чем здесь что нам показывают ну нам показывают верховную жрицу здесь верховная жрица говорит о том что хватит знать начни практиковать то есть нету смысла тем знанием которые у тебя есть если ты их не заземляюсь через практику то есть одно дело теория другое дело практика вот на практике все прояснится насколько ты хорошо усвоил теорию то есть здесь надо знать как-то довериться и войти в это дело да то есть начать его практиковать заземлять о чем здесь здесь как будто бы вот с вами это все таки связано и профессиональные ваше ваше отношение к ситуации двойка мечей здесь показывает женщину которая сидит да вроде бы она грустит но она держит в руке какую-то маску улыбчивую да то есть она скрывается за маской чего-то и вот как понять где где здесь я а где нет ощущение того что где-то вы запутались вообще ситуация какая-то такая то есть это урок такая запутанная ваш кармический урок запутанная ситуация которой присутствует так или иначе какая-то двойственности вы как будто бы не знаете как себя повести то есть ведется так не приводит ни к чему хорошему ведете по-другому вы как будто бы себя теряете вы не знаете как вам здесь быть и вы находитесь в тюрьме своего разума и вам нужно совершить прорыв в уме то есть здесь есть какие-то убеждения которые вас вводят вашу ментальную тюрьму которая ограничивает вас в чем здесь ситуация до сих пор не могу понять но если вы поняли я очень рада ситуация здесь говорит о том что вы хотите знать желать конца данной ситуации чем она завершится но вы это никогда не узнаете потому что ваша ситуация она как будто постоянно в процессе видоизменяется то есть вы как будто бы предполагаете да хотите что-то выстроить какую-то логику стратегию а она как книга да то есть каждая новая страница она чистая и в процессе она пишется вот как мы говорим да выражение утро вечера мудренее то есть написали там в дневнике к примеру три страницы утром проснулись открываете а там чистая листок да то есть чистый лист надо заново что-то писать и вот вы пишете в надежде на то что утром проснетесь там все будет написано а у вас ничего опять не написано опять заново то есть книга пишется в процессе то есть все изменяется в процессе и вот это вот вас именно путает пятерка кубков вам здесь говорится о том что о том что по пятерке кубков то что уходят она оставляет какую-то дыру внутри вас не старайтесь закрыть эту дыру чем попало закройте тем чем вы изначально хотели то есть не надо использовать какой-то суррогат иногда если есть эта черная дыра внутри вас оставьте ее проживите она вам даст какие-то другие знания да то есть вот это вот дыра вот вот это темная воронка да если так можно сказать которая вас засасывает она вас чему-то научит а вы постоянно знаете вот как будто бы находитесь в какой-то тишине и вы сразу стараетесь эту тишину не прислушаться к ней а чем-то ее перекрыть там начинаете там я не знаю в интернете сидеть там хотите книжку взять либо идете занимаетесь какими-то делами то есть такое ощущение что вам дается тишина а вы от нее избегаете да занимаетесь какой-то знаете суетой убегаете не совсем я понимаю здесь ситуацию не совсем понимает даже что вытащить ну пускай карты говорят еще три карты вытащу вот что говорят то говорят я просто буду карты интерпретировать потому что я не могу сюжет уловить аркан умеренности аркан умеренности здесь изображена девушка которая сидит на дереве и она знаете никуда не спеша берет цветок и начинает знаете как мы гадаем правда здесь розы как начинаем гадать любит не любит вот лепестки падают таком знаете спокойном расслабленном состоянии гадает на розу знаете вот как будто бы однообразная такая работа ничего не происходит я просто отрываю лепестки от цветка и бросаю а время идет здесь вот ощущение опять-таки повтора что будьте внимательны вас как будто бы засасывает в какое-то вот безразличие в какое-то бездействие четверка жезлов в этой колоде говорит о том что девушка знаете идет по улице читает книгу книга очень интересная она полностью вовлечена в этот процесс но она идет по улице она не обращает внимание то что ее окружает и в этот момент она теряет жизнь жизнь проходит мимо нее здесь смысл карты того что жизнь проходит мимо вас потому что ты слишком увлечена тем чем ты занимаешься здесь все таки вот у меня проходит ощущение какой-то работы ваша профессиональная сфера то есть вы слишком зациклены на решение чего-то и это вот вас настолько поглощает что вы как будто бы жизнь свою теряете не обращая упускаете возможности не смотрите по сторонам смотрите какой красивый отшельник здесь выходит старец который условно говоря идет по пустыне с пустой миской протянутой и как попрошайник и здесь как попрошайка и здесь смысл заключается в том что когда ты поймешь что ты можешь сам себя наполнять да здесь в данном случае духовно то тогда ты поймешь как ты можешь ну создавать ту еду которая тебе необходима и не быть попрошайник ну то есть дайте мне решение подскажите там еще что-то здесь не в прямом смысле в еде хотя еда здесь может быть духовная а именно в понимании того что я сам должен себя наполнить этой едой и тогда я не буду нуждающимся вот и тогда наоборот я буду делиться да вот здесь вот как будто бы человек как попрошайка он просит помогите потому что он не верит в себя здесь ключевой я не верю в себя я не верю что я смогу я не верю что я способен вот феникс сфер говорит нам как раз и о том что должно произойти какое-то перерождение на активные действия здесь возможно вы долгое время искали какое-то решение были за и зациклены на этом и вот как-то знаете в процессе поиска решения вы упустили само решение и как это я не знаю как это вам объяснить но вот здесь вот ощущение того что за ним как будто бы пошли и потом забыли зачем вы вообще туда шли и стали заниматься чем-то другим и где-то ну допустим если раньше вас воодушевляла прогулка например просто по дороге смотреть рассматривать то это вошло у вас в такую привычку что вы уже просто идете по улице потому что время пришло и вот в это время я прогуливаюсь поэтому я быстро туда-сюда иду чтобы прогуляться и как будто бы это была прогулка но раньше было иначе вы гуляли вы смотрели вы наблюдали вам сам процесс нравился а теперь вы настолько сфокусированы на том что я гуляю каждый день что утратили удовольствие от самой прогулки вот здесь такая идет энергия и вам это нужно поменять и это является вашим кармическим уроком посмотрите возможно вы это делаете и проходите этот урок неоднократно имейте это ввиду так если у меня память не прервется на телефоне то мы все-таки сможем посмотреть последнюю позицию так посмотрим колода танец шамана логинова очень красивая колода красиво нарисована посмотрим что она скажет такая знаете эта колода она своенравная прям вот очень такой знаете стервозный характер мои восприятия субъективные что она хочет нам сказать Паш Пиндакли Паш Пиндакли здесь говорит смотрите о человеке который находился там в яме не знаю куда вот он вылез и он очень такой любознательный хочет что-то узнать то есть он как будто бы вышел на новый уровень и готов к новым познаниям что-то он хочет познать а что именно познать здесь вот прям карты говорящие это тройка мечей фотография разорванная роза у которой опали лепестки и сердце иглы прям ясное дело что он хочет познать знаете ощущение того что хочет хотела сказать излечить но здесь не излечить здесь как будто бы отвлечься да то есть он хочет направлен на что-то другое как будто бы отвлечься от своего раненого сердца на что направлен свое внимание карта перевернутая знаете вы перевернута колода вы нацелены на создание семьи но изначально вы действительно нацелены на излечение вашего сердца для того чтобы построить какие-то гармоничные отношения вот просто не просто даже отношения здесь десятка пендаклей здесь тема отношений да то есть я не буду читать как-то по-другому потому что на картинке если оракульно считывать нарисована семья счастливая семья у которой все есть все в достатке есть дети есть пара знаете вот как будто бы выйти на другой этап потому что здесь самое интересное что на фотографии как раз нарисован мужчина и женщина юные в возрасте в десятке педаклей та же самая пара но она уже соединена у них есть ребенок да девочка дочка дочка логинова он сам себя со своей женой ларисой нарисовал и их дочерью вот и здесь карта говорит как раз таки что человек интересуется скорее всего тем как я могу излечить свое сердце чтобы это не стало мне помехой для создания отношений то есть человек все равно интересуется независимо невзирая на ту боль которую на ту рану которую он получил хочет все равно создать что-то такое стабильное для себя так что это тушь чаш да вот он хочет понимаете он хочет любви он хочет какого-то шанса шестерка чаш здесь еще какая карта и солнце знаете ощущение хочу перерождение хочу заново хочу попробовать здесь чувство что вы уже излечились да вот вы уже как будто бы готовы к созданию семьи вы уже вот знаете как было раньше вы уже как будто бы выросли потому что мне все равно показывают вот прошлое да вот что-то в прошлом что-то в детстве даже не в детстве а вот в прошлом когда вы были юными да даже так либо некоторое время назад да была какая-то утрата была какая-то боль была какая-то потеря вот а сейчас вы как будто бы хотите новый шанс на то чтобы это изменить либо это изменить тем партнером с которым вы расстались хотите заново создать отношения и попробовать еще раз как говорится да как новые новые возможности либо вы ищете невзирая на эту боль да то что вас вот ранило в прошлом все равно как-то вот верите что все будет хорошо что все получится я смогу создать эту семью а сможете давайте так спрашу ну вот если вы выйдете из своей клетки потому что на самом деле вас ничего не сдерживает кроме вас сами да посмотрите восьмерка мечей здесь да клетка открыта нож лежит у девушки уже руки не связаны потому что полезные и она вот сидит в углу и просто в окно смотрит то есть она и в окно может выйти и никто и ничего не сдерживает она сама себя сдерживает здесь а что вас 네가 как в чем вы и сами себя сдерживаете и вот именно знаете в понимание скорее всего король педагог пришлось какой-то вопрос отельности и какой стабильности вы хотите то есть я бы сказала здесь больше возможно формат взаимоотношений вам не совсем понятен нужно ли вам да то есть знаете вот идея семьи как таковая она вам не чужда да и ценности эти они вам не чужды то есть как идея да но как это когда это касается меня лично да я как будто бы не совсем понимаю нужно меня что-то меня останавливает может быть какая-то стабильность может быть вообще а как выстраивать взаимоотношения то есть если вас просить хотите семьи да хочу а какой а не знаю а как они знают то есть здесь еще как-то не совсем есть понимание почему я хочу спросить почему потому что была десятка мечей смотрите вот прям человек который упал на эти вершины его проколола насквозь прям вот так вот было больно потому что что-то в прошлом завершено было и очень очень болезненно а именно посмотрите какая красивая семерка мечей здесь когда человек вот он как будто бы идет такой знаете манипулятор кукла ведет сам может попасть капкан потому что за ним идут волки а он это даже не подозревает то есть я для кого-то строю какую-то ловушку конечном итоге сам попадаю в эту ловушку вот здесь хитрость было как раз таки связано с тем что вы боитесь снова попасть в какую-то ловушку до что у вас какой-то обман боль на что вам что вас ранит вот больно вот все равно вот это вот сердце да хоть где-то вы сами себе говорить что вы его извлечили но по ходу может быть уже в душе не так болит а но память а вот болезненная она как будто бы осталась вот что вам сделать с этой памятью дам уже и не можем стереть но вы можете как будто бы ограждаться на защищаться от чего давайте посмотрим от чего знаете от того что вам непонятно если вы хотите выстраивать соотношения встретили человека и вам что-то в этих отношениях непонятно прояснять вот непонятно мотивы человека не бойтесь прояснить непонятно что это за человек не вступайте с нему отношения не то есть главный мотив у вас должно быть по солнцу когда когда все четко ясно прозрачно известно и легко главное потому что по солнцу все-таки это праздник это легкость это перерождение то есть если есть какие-то вот эти вот сложные манипуляции я не понимаю сегодня приехал завтра не приехал есть отношения нету звонит не звонит пишет что он там где вот это должно у вас сразу включать тот момент что все отключаю либо ты проясняешь все четко ясно понятно либо до свидания ты меня не нужен потому что вот в памяти есть болезненные истории которые остались и вас от них защитят только то что вы сможете прояснять то что вам неизвестно да и вот выпадает император ну и тогда будет как раз таки сразу император а человек будет брать ответственность то есть станьте и си от если говорю вы ответственно у меня иногда греческие словечки просказывают станьте вы ответственны за свою собственную жизнь да то есть не полагайтесь на решение другого человека как он будет принимать будет он приходить не будет хотите напишите получили ответ у нас удовлетворяет пути не удовлетворяет проясняете не по прояснили вам не сказали отказали до свидания тебя вычеркиваю своей жизни идут дальше то есть не бойтесь идти дальше ну вы в принципе же и не боитесь сценарий то остался так что еще хотят сказать карты по этой позиции так выпадает здесь король жезлов знаете здесь еще не такое что либо вашу жизнь появится король жезлов либо у вас отношения с каким-то королем жезловом завершены до завершены разрушены отношения с королем здесь жезлов мне показаны и что ну и показали да это был было ваше какое-то решение да и здесь произойдут перемен то есть скажу так если вы ушли от этого человека такого знаете яркого же снова огненного такого человека типа я сам по себе а ты если хочешь что будешь при мне вот если вы ушли идите в эти перемены если еще не ушли меняйте да то есть если вы сомневаетесь потому что здесь все таки по аркану мира и и рядом башни выпадает если бы был просто аркан мир я бы сказал что возможно выходите по кругу до либо в может произойти воссоединение ну ну башни она говорит про разрушение либо вам нужно разрушить этот сценарий который вы неоднократно проживали то есть может быть персонаж такой пришел ушел расстались потом снова сошли потом 5 расстались снова сошли ну да здесь должно измениться здесь вы должны это отрезать и не бояться идти дальше и что будет тогда и тогда вы придете к статусу императрицы ну вот здесь карты вообще-то колода на отношения да если вы работаете с отношениями она очень четко ярко понятно говорит при условии того что она всегда описывает предысторию но и мы сейчас в этом и убедились она рассказала нам историю того что у вас было какое-то разбитое сердце мне вот в отношении скорее всего с королем жезлов и вы боитесь выстраивать новые отношения сейчас задумались кстати знаете с этой стороны действительно хорошо потому что этот король жезлов и он вас прокачал в понимании того о каких отношений вы хотите возможно раньше вы хотели только легких отношений ну либо с вами случались а вот он вам помог и прокачал ваше понимание семьи что вы хотите действительно семьи вы хотите стабильные отношения если не стимит у хотя бы стабильные постоянные уверенные в человеке отношения да не такие когда вы находитесь в неизвестности он вам помог это понять это осознать вам поблагодарить его и вперед из песней в будущее в то которое вы хотите создать а я с вами прощаюсь надеюсь каждый пони куда ушел зачем шел как увидел так и сказала без вопросов сложно но все равно как-то вот видите тянет меня вопросы потому что ну так устроен мозг я всегда про это говорю поэтому иногда я не могу делать и расклады которые вы меня просите потому что они идут в разрез моих пониманий и я не смогу так или иначе сделать расклад так как хотите вы он будет так как понимаю я вот субъективно однозначно я всегда говорю что расклады не могут быть объективными как бы кто мне не говорил что я вот истину читаю мы эту истину пропускаем через себя преломляем через свой собственный опыт знания мировосприятия и искажаем эту информацию и в любом случае кто-то искажает больше кто-то искажает ее меньше но вы не получаете истину вы получаете правду правда у каждого своя и плюс ко всему то что я говорю вы все равно понимаете еще и по-своему то есть мы два раза уже искажаем я искажаю и вы искажаете вы получаете ту информацию которая вы получаете вот а до новых раскладов пока пока